Особую гордость уникальной Карамзинской библиотеки составляют книги из личного собрания великого русского историографа, уроженца Симбирской губернии Николая Михайловича Карамзина, которыми он пользовался при работе над историей государства российского. Это летописи, родословные сборники и другие старинные издания. В 1867 году сюда поступило 72 книги из рабочей библиотеки историографа. Теперь они представлены на выставке уникальных изданий из семейного архива симбирских дворян Карамзиных. Портрет собирателя в книгах Карамзины. Это те книги, которые он использует при написании истории государства российского. Это то, что осталось от библиотеки историографа. Дело в том, что в 1812 году то книжное собрание, рабочая библиотека, его творческая лаборатория, предмет его особый завод, она погибла в московском пожаре. Карамзину тогда удалось спасти только чистовые варианты того, что уже было написано в истории государства российского. И он вновь начинает собирать библиотеку. На полях некоторых книг собственноручные пометы Карамзина. Это тема особого разговора с московским историком-исследователем, одним из постоянных участников карамзинских чтений Романом Казаковым. Свою исследовательскую деятельность, изучение творчества Карамзина, в первую очередь истории государства российского, он ведет на основе черновых листов собрания и многочисленных помет историографа на книгах-источниках. Так на выставке можно увидеть один том, уже изданный в 60-е годы 18 века, Никоновской летописи. Ее поля испещрены карамзинскими пометами. Как сказал Роман Казаков, это издание было одним из основных источников для написания истории. Он отмечал наиболее важные места, которые предполагал потом включить в состав истории государства российского, причем по-разному, иногда в виде цитаты, которая войдет в текст. Это наиболее важные места. Кроме того, к каждому тому писались обширные примечания, а они по объему обширнее, чем текст тома. В экспозиции представлены не только книги библиотеки Карамзина. Выставка знакомит с собраниями книг четырех поколений Карамзиных, которые находятся в библиотеке. С редкими изданиями можно познакомиться до 29 декабря.